Всем ассалам алейкум и всем привет ребята. В школах Туркменистана девочек стали проверять на действенность для оценки их нравственной чистоты. Все это происходит на западе Туркменистана. Ученицы старших классов сами же и пожаловались. Несколько учениц и матерей девочек рассказали журналистам, что проверки проводят без их согласия. В общем ребята, там настолько все серьезно, что если она не прошла проверку на действенность, докладывают в полицию и даже в службу безопасности. В городах Балканбаде и Туркманбаши учениц с 9 по 11 классы поголовно заставляют проходить гинекологический осмотр. Во время осмотра выявляют девушек, имевших половые связи, и их списки передают в местные органы полиции. Другие сотрудники сферы образования говорят, что полицейские часто проверяют мобильные телефоны девушек, которые не прошли проверку, чтобы найти информацию об их возможных сексуальных партнерах. Сотрудники правоохранительных органов объясняют, что это делается с целью выявления и привлечения к ответственности лиц, вступавших в интимные связи с несовершеннолетними. В данный момент ведутся масштабные проверки, говорит один из работников Балканбады. Этот источник предполагает, что проверки могут быть связаны с ростом случаев подростковой беременности в регионе в последние месяцы. По его словам, в Балканбаде были зарегистрированы шесть таких случаев. Эта информация дошла до Министерства образования, которое в результате вынесло строгий выговор начальнику Балканского областного управления образования. Сразу после этого начали проверки на нравственную чистоту в крупных городах. Другие источники СМИ отмечают, что раньше уже появлялись сообщения о проверках школьниц в Туркместане. Например, в 2018 году сообщалось, что на севере страны полицейские сотрудники служб безопасности в сопровождении гинекологов провели внезапные рейды в местных школах. Тогда родители девочек, которых посчитали недественницами, вызывали в школы и стыдили на глазах у остальных. А в 2019 на юго-востоке страны ученицам с 8 по 11 классы велели пройти такую проверку, независимо от того, дадут ли их родители согласия на это. Многие медики отмечают, что подобные проверки не могут определить действенность, поскольку действенная плева может быть повреждена разными способами. Например, специалист гинекологии Ольга Крумкач в одном из выпусков своего подкаста критиковала проверки на действенность. Поставить заключение, действенница или нет, такого не существует, это полный бред. Действенность с точки зрения медицины это состояние до нарушения действенной плевы, или по-другому это называется гимен. Поэтому на самом деле это полный бред, как правило нельзя гинекологу делать такие заключения, потому что это не совсем корректно. В общем, ребята, если вы хотите узнать мое мнение, я считаю, что это просто нарушение прав человека, как минимум. Забавный факт, почему-то там не проверяют чиновников на коррупцию. И я сомневаюсь, что силовики согласятся на то, чтобы их дочерей проверяли на действенность. И вообще, если так судить, то лучше бы эти дяди занимались экономикой, образованием, улучшением жизни народа. А тут, получается, на женщинах решили отыграться. Еще был случай, по-моему, в Туркменистане, когда запрещали девушкам использовать косметику. Вообще, насчет полового воспитания это все идет от родителей. А какие-то чужие тети без разрешения или дяди не должны в школах лезть на подобные проверки. В общем, лично для меня это выглядит как-то по-пещерному. Даже бы сказал, женское отчасти рабство. Но это их страна, их право. Мне лично жаль этих девчонок. А вы пишите, что думаете. Всех уважаю, Саню. Всем пока.